Новая Одесса Сегодняшнего выпуска Трамвай, потерявший управление, влетел в самосвал В момент удара меня выкинуло из кабины, я очень плохо ориентировался Чем забавляются одесские чиновники? Наверное, надо было сначала после урагана убрать, а потом уже лягушку устанавливать Бэйби-бум в Одесском дельфинарии Это уже далеко не первые наши детские Им здесь уютно, комфортно, потому что вся стая участвует в их воспитании Эти и другие события в материалах наших корреспондентов Мэр Костусев проиграл суд самому себе 12 июня 2013 года хозяйственный суд Одесской области признал незаконными решения исполкома Пятилетней давности, которыми были установлены действующие по нынешний день тарифы На содержание домов и придомовых территорий Антимонопольный комитет Украины решил, что тарифы подсчитаны с нарушениями Ведомство потребовало их отменить, однако судебный процесс затянулся Сейчас суд удовлетворил иск, поданный пять лет назад нардепом Костусевым Тогда будущий мэр обвинял горсовет в незаконном повышении тарифа И пообещал разобраться Если вы окажете мне доверие и я стану мэром Одессы Моим первым делом будет выполнение решения Антимонопольного комитета Украины Об отменении повышения квартирной платы Теперь после вынесения судебного решения Исполком должен пересчитать и снизить плату за коммунальные услуги Эффект бумеранга покажет, насколько честен городской голова Не только перед самим собой, но и перед одесситами Генеральный протест против генерального плана работает На заседаниях согласительной комиссии, которые состоялись к сегодняшнему дню Общественность уже одержала некоторые победы В первую очередь одесситам удалось отстоять зеленые зоны Большое внимание уделили центральной части города и французскому бульвару Какие вопросы уже приняты, а какие только предстоит рассматривать, расскажет Валерия Наумова Подводя итоги четырех заседаний согласительной комиссии Общественникам и чиновникам удалось снести ряд важных изменений в градостроительный документ Парк юбилейный получил статус парковой зоны А значит строительство на склонах теперь по закону запрещено В центральной части города, которая согласно документу Определялась как зона выборочного нового жилого строительства Теперь действует режим регенерации То есть здания в центре можно только восстанавливать или реставрировать Кроме того, в результате работы согласительной комиссии в центре города и на французском бульваре Снова действует запрет на высотное строительство Все эти решения были приняты единогласно Голосовать за нарушение градостроительных норм не решился ни один чиновник Согласительная комиссия, которая уже заканчивает свою работу Приняла несколько решений, которые сегодня уже не имеют обратной силы Это только начало Потому что этот генплан, несмотря на те изменения, которые сегодня уже удается внести общественности в него Не представляет собой концепцию развития города Один из вопросов, который до сих пор остался нерешенным Будущее подстанции Морозлиевская в парке Шевченко На заседании главный архитектор города Владимир Колокольников Два его заместителя, а также представитель городского департамента экологии И развития рекреационных зон высказали за строительство опасного объекта В то время как представители громады, которые составили большинство Выступали за перенос подстанции за пределы парка Последствия эту тему решили отложить до следующего заседания На нем же рассмотрят и другие, не менее важные вопросы Будут обсуждаться транспортные проблемы, не обсуждалась вообще стратегия развития города Не обсуждалась по-настоящему геология, проклад геологии в генплане На самом деле не обсуждалось еще огромное количество принципиальных вопросов И эти вопросы будут выноситься, конечно, на сессию Напомним, обсуждение генерального плана города мэрия продлила до 11 июля Должны состояться заседания согласительной комиссии и общественные слушания Тем не менее, ряд материалов кредостроительной конституции Все еще имеет статус документов для служебного пользования Несмотря на обещания городской власти рассекретить все там агент плана Закрытыми остаются три тома пояснительной записки В которых, среди прочего, освещаются вопросы водоснабжения, канализации, инженерной подготовки И защиты территорий в период войн или катастроф Сегодня на проспекте маршала Жукова неуправляемый трамвай, следующий по 13 маршруту На большой скорости влетел в проезжающий по дороге грузовик В результате аварии погиб человек Подробности в сюжете Дмитрия Далматова Трамвай с пассажирами на полном ходу врезался в самосвал Свидетели утверждают, водитель хотел остановиться, но не смог В момент удара меня выкинуло из кабины, я очень плохо ориентировался, рука болит Я не знаю, я даже милиции сегодня не буду никаких давать объяснений По словам очевидцев, водитель трамвая номер 13 не смог затормозить и врезался в бензобак проезжающего самосвала К счастью, возгорания не произошло Только сбоку посмотрел, что летит на меня трамвай И я больше ничего не понял Только увидел, что меня скинуло с дороги Но я, факт тому, что я на зеленом ехал По предварительной версии, электротранспорт в момент аварии находился в неисправном состоянии Может быть, у трамвая отказали тормоза Вот это есть пока то, что предварительная версия А все остальное будут разбирать следствие Приехавший на место происшествия директор коммунального предприятия «Горэлектротранс» от комментариев отказался Скажите, нам поступила информация, что у трамвая были неисправные тормоза Не знаю, никакой информации я не знаю Не могу не давать вам комменты Женщина, сидевшая рядом с водителем, скончалась от полученных травм по дороге в больницу Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса Вместо того, чтобы наконец-то закончить уборку упавших после урагана веток «Горзелендрест» установил очередную топиарную фигуру в Парке Победы Царевная лягушка состоит из каркаса, земли и 2300 цветов В Одессе уже есть цветочная жарптица, слоник и божья коровка Подробности подвигов городской власти в сюжете Дариси Даровской 10 миллионов гривен – вот сколько планируют потратить на творческое озеленение и благоустройство Одессы КП «Горзелендрест» По всей видимости, Одесский горсовет вместе с «Зелендрестом» посчитали свою работу по устранению последствий урагана успешно выполненной И очевидно, по такому случаю установили в парке огромную дорогостоящую лягушку Очень понравилось, очень оригинально, хотим тоже где-то во дворе такую сделать Достаточно милая, неплохая Наверное, надо было сначала после урагана убрать, а потом уже лягушку устанавливать Прежде хозяин убирает, а потом что украшает Одесситы утверждают, по всему городу еще очень много поврежденных деревьев Они не только заграждают тротуары и тропинки в парках, но и лежат на крышах и электропроводах Также деревья лежат, вся чубаевка в дереве, седьмая вот эти двухэтажные домки Внутри дома, это ужас, хоть приезжал и наш гостус, все говорили, все уберут Десять сухих деревьев, вот-вот упадут Сорок детей во дворе, никто не интересуется Ну, говорили, что уберут, но никто так не пил Это не первое чудо света Ранее в горсаду уже установили божью коровку, которая одесситам напомнила маленький курган Ну, в самом деле она принесет кому-то счастье, лягушки говорят Для чего, Валечка, лягушки покупают, это денежные Может, что-то в этом парке еще будет для детей построить, деньги принесут Пока чиновники наслаждаются искусством ландшафтного дизайна Сломанные ветки продолжают угрожающие нависать над головами прохожих В случае их падения сказочная лягушка поможет едва ли Дарья Сидоровская, Олег Шпак, Новая Одесса Вчера, 23 июня, православный мир отметил Троицу Богослужения прошли во всех православных храмах страны В них приняли участие почти 4,5 миллиона верующих С особым размахом праздник отметили в западных областях и столице Охрану общественного порядка и безопасность граждан во время праздничного богослужения Обеспечивали около 15 тысяч работников милиции Подробности расскажет Валерия Наумова В христианской традиции названия Троица связывают со шествием Святого Духа на апостолов Согласно Евангелию, после этого они получили возможность говорить на разных языках И проповедовать христианство в разных уголках земли Возможно, поэтому День Святой Троицы многие называют Днем Рождения Христианской Церкви У одного из главных церковных праздников есть и другое название – Пятидесятница Ведь его отмечают на 50-й день после Пасхи В эту дату храму принято украшать ветками березы, клёна или сирени На Троицу, как правило, служит Божественную Литургию А затем отправляется особая вечерня с чтением поклонных молитв В канун этого торжества церковь установила так называемую Троицкую Субботу Когда принято поминать усопших День, следующий после Троицы, 24 июня, был объявлен выходным Также сегодня отмечают еще один церковный праздник – День Святого Духа От лозунгов «Родина мать зовет» до парада победы на Красной площади Хроника событий – все в документах и фотографиях, в лицах и картах На выставке в день годовщины начала Великой Отечественной войны Подробности в сюжете Дарьи Сидоровской В этих документах здесь тенды, плакаты показаны Вот так начиналась война, вот потом боевые карты Великой Отечественной войны, битва за Москву, битва за Ленинград Битва за Ленинград, Сталинградская битва, Курская битва Битва за освобождение Белоруссии И последний этап, последний штурм, называется Берлинская операция В фотодокументальной выставке «Так начиналась война» более 10 лет Экспозиция собиралась крошечными частями по всей Украине и России Помимо ежегодных демонстраций на площади Деревянка Участники и ветераны войны также проводят уроки памяти Очень много людей проходят, смотрят, интересуются Мы рассказываем, как началась война, как кончилась война Это мое лекарство, жизненное лекарство Там, где я был, где я находился, в Маньчжурии Так что это для меня является живым лекарством Выставка иллюстрирует 1418 дней войны Начиная с 22 июня, когда на всем протяжении западной границы СССР В 4,5 тысячи километров от Мурманска до Одессы Внезапно взорвались тысячи бомб и снарядов Помним, скорбим Дарья Сидоровская, Даша Дрович, Новая Одесса Сегодня утром в Одесский порт зашел лайнер с улыбкой Отличительной чертой судна «Аида Аура» является яркое оформление борта На носу изображены красные улыбающиеся губы По бокам не менее доброжелательные глаза В рамках Средиземноморско-Черноморского круиза в Одессу На нем прибыли 1200 туристов Большинство из них немцы Характерной особенностью круизов на борту «Аида Аура» Являются групповые велотуры в гаванях захода Так что, увидев в городе колонну иностранцев на велосипедах Не пугайтесь уже сегодня Лайнер с улыбкой возьмет курс на греческий город Салоники Украинцы стремительно толстеют Венгрия, Албания и Великобритания Европейские лидеры по ожирению Совсем скоро в тройке антирейдинга может оказаться и наша страна Почему украинцы набирают вес, выяснял Вадим Шпаченко Диетологи утверждают, что украинцы ведут неправильный образ жизни Вместо занятий спортом и прогулок на свежем воздухе После работы они предпочитают диван и телевизор Любимая пища украинцев – блюда, насыщенные тяжелыми жирами – свинина, масло и сало В рейтинге самых сытых украинцев лидируют жители Полтавской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей Одесситы сразу за ними У нас искажен сейчас наш ритм жизни То есть мы мало двигаемся, много кушаем Но, конечно, у нас курортный город Там действительно люди ведут более размеренный образ жизни Больше наслаждаются жизнью, больше отдыхают Ну и ожирение – это тоже довольно-таки большая проблема в нашем городе Самые худые украинцы, согласно исследованию, живут на Западной Украине и в Крыму Тем не менее, не стоит забывать об одном очень важном моменте Территориальное расположение никак не влияет на ваш вес Руслан Костов, ведущий в ночном клубе, вне сцены не представляет свою жизнь без спорта Я занимался спортом пол своей сознательной жизни Потом на время бросил и погулял хорошо И потом через некоторое период времени к 34 я понял, что без спорта никак При моем режиме работы Не обязательно курить, пить и принимать наркотики Надо заниматься спортом и двигаться вперед На занятия спортом нет времени и денег Это не более чем отговорка Ведь начать можно с малого Слава Богу, Одесса не является лидером списка городов, джадающих ожирения Но также она не является и самым стройным городом в Украине Подумайте, возможно, спортивная площадка во дворе ждет именно вас Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов, Новая Одесса Бэби-бум в Одесском дельфинарии Не прошло и месяца, как в семействе тихоокеанских афалинов вновь родился малыш Дельфиненок здоров, бодр, полон сил и энергии Знакомился с новорожденным Дмитрий Далматов Теперь у дельфинов есть свой детский сад Шутят работники дельфинария Новорожденный артист не отстает от старшего товарища Ныряет и резвится с родителями Знакомится с соседями по бассейну И потихоньку перенимает опыт выступлений Старшие дельфины успевают обучить их основным трюкам Еще до того, как непосредственно тренер начнет заниматься с ним Как со взрослым дельфином Взрослый дельфин сначала показывает малышу А малыш пытается за ним повторить Какие-то сперва несложные, а потом более сложные трюки Родители малыша, тихоокеанские дельфины Афалины, Джула и Кусто Были выкуплены у японских рыбаков из квоты Предназначенной для приготовления еды в японских ресторанах Спасенные от гибели дельфины не только получили вторую жизнь Но и начали успешно размножаться в неволе Это уже далеко не первые наши детские Им здесь уютно, комфортно, потому что вся стая участвует в их воспитании Все их очень оберегают И даже если мамочка занята, ей нужно отплыть, к примеру, покушать Другие берут на себя функцию нянек и плавают с малышом Определить пол новорожденных пока не удалось Но сотрудники дельфинария надеются, что теперь у них есть мальчик и девочка Дмитрий Далматов, Эдуард Шендорович, Новая Одесса Вы смотрели новости на Новой Одессе Если у вас есть интересная информация и вы хотите, чтобы весь город узнал о ней, звоните нам Телефон горячей линии 706-38-96 Наш выпуск завершает прогноз погоды и проект «День за 100 секунд» Увидимся завтра в студии была Екатерина Ярская Хороших новостей и удачного дня! За данными Центру погоды, у вівторок 25 червня в Одессе противом дня води хмарна, можливі незначні опади Вітер південних, південно-східних напрямки в 4 метри на секунду Атмосферний тиск нижче за норму – 755 мм рт. стовпа Відносно вологи з повітря 75%, температура повітря вночі 20-22, в день 23-25 градусів з позначкою плюс Не вистачило впевненості Страхова компанія ТЕКОМ – впевненість у квадраті Страхова компанія ТЕКОМ – вітерпевнат ТЕКОМ – вітерпевнат